Несовершеннолетние, вступившие в конфликт с законом, как помочь молодым людям встать на истинный путь. Этим вопросом занимаются сотрудники отдела по делам несовершеннолетних служб. В этом году исполнилось 85 лет. Как у тебя дела? Нормально. Дистанционно обучаешься? Да. Домашние задания ты как выполняешь? В электронном виде, то есть, похожу. Инспектор отдела надзорной деятельности Марина Севастьянова проводит беседу с подростком, состоящим на учете. На первый взгляд, формальный визит, но по глазам подростка сотрудник понимает, как обстоят дела в семье парня. Основная задача работы нашей с подучетной категорией лиц – это предотвратить и не допустить совершение подростками повторного правонарушения и тем более преступления. А что касается родителей, то наша задача совместно с субъектами системы профилактики добиться оздоровления обстановки в семье, чтобы родители встали на путь исправления. Инспектор ОДН – психолог и педагог в одном лице. Возможно, поэтому в службе работают только женщины. Им проще подобрать ключик к несовершеннолетним правонарушителям, к тем, кто совершил административное правонарушение, получил условный срок. За последнее время служба действительно претерпела многие изменения. Появилась база, где мы уже введем всю документацию в электронном варианте. Все наши лица, состоящие на профучете, все заносятся туда, все доставленные тоже туда помещаются. Также можно сказать, что за последнее время намного омолодился коллектив инспекторов ОДН. У Татьяны Кузнецовой двое взрослых детей и шесть внуков. С младшей дочерью возникли проблемы. Ее трое внуков были переданы под опеку. Сотрудники ОДН взялись помочь. Стали навещать семью, беседовать с детьми переходного возраста и учителями. Отношения в семье пошли на поправку. Мальчишка у меня средний такой, суевольный бывает, что и его приструнивают, общаются с ним так по строгости, особенно Ольга Юрьевна. Ставят его на место и учеба сразу у него продвигается. То есть забота есть. Большой плюс этой службе, что она есть, что она в любую минуту, она придет, приедет, окажет помощь. На учете в отделе состоят 29 несовершеннолетних правонарушителей и 247 родителей, отрицательно влияющих на детей и не исполняющих свои прямые обязанности. Цифры общие по Щелкому, Фрязино и Лосинопетровскому. В службе констатируют, преступлений по 150-й статье УК, вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений поубавилось, а число родителей, уклоняющихся от их воспитания, не меняется. Как дела? Нормально. Работаешь? Пока времени нет. Если устроишься на работу, будем рассматривать вопрос о снятии с учета. Хорошо. Перспективы трудоустройства воодушевляют многих горе-родителей, дают надежду покончить с пьянством. Тут инспекторы включают свои отработанные приемы, выходят в семьи, читают лекции в школах, детских садах, проводят рейды. Татьяна Кирсанова посвятила сложным подросткам два десятка лет службы. В 2000 году она стала частью дружного коллектива Щелковского отдела. На тот момент службы руководила Левина Ирина Борисовна. Вот она в центре фотографии. Ирина Борисовна, когда будешь заполнять протокол, чтобы каждая строчка была заполнена. Вот то же самое я сейчас говорю с своими сотрудниками. К 85-летию службы, которая отмечается 31 мая, руководство Главного управления МВД по Московской области отметило сотрудников почётной грамоты и благодарственным письмом. Ещё 10 инспекторов получили поощрение от Межмуниципального управления МВД России «Щелковская». Михаил Налётов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.